Рассказывать про кластерные координаты пространства локальных систем, но просто в качестве введения пару слов, зачем все это нужно. Ну, пространство локальных систем немножко… Во-первых, я буду вводить координаты на гораздо большем количестве разных объектов и гораздо более простых, на самом деле, чем локальные системы. Значит, локальные системы встречаются очень много где. Я напомню, опять же, кратко я все буду давать точное определение. Это гоморфизм… Если у вас есть римная поверхность двумерная, значит, у вас есть локальная система. Значит, есть поверхность. Валерий, извини. Здесь… А, во-первых, я не забыть, как представить. Это Владимир Профессор Экстракт. По-моему, датчик Комарова. А во-вторых, здесь запрос писать по-английски. А, отлично, хорошо. Постараюсь. Я тоже не совсем понимал, потому что я вообще думал, что будет все по-английски. Поэтому… Валерий Комарова. Валерий Комарова. Понятно. Потому что название было по-английски. Значит, это у нас есть римная поверхность. И, быть может, с проколами, с дырками. И у нее, естественно, есть… Я ее буду обычно обозначать буквой сигма. Значит, я имею в виду, что эта поверхность не имеет никаких других структур, кроме просто гладкой. И у нас есть гоморфизм из P1 от сигма в какую-то группу. Группу G, где G, группа ЛИС. Значит, мы рассматриваем пространство представлений. Этого хозяйства в группу. Значит, это отображение с точностью сопряжения. G, группа ЛИС. И пространство таких вот отображений я буду называть… Вот такое отображение, элемент здесь называется локальная система. Почему он так называется? Отдельный вопрос по историческим причинам. Еще она называется пространство плоских связностей. Еще она называется… Ну, в общем, много разных других слов, на самом деле. Более длинных. И, значит, наша задача – описать это пространство, потому что это, конечно, мерное многообразие. Вообще говоря, не очень даже, так сказать, сложно устроенное, но, тем не менее, это все-таки нелинейное многообразие. На нем много разных структур. Оно является фазовым пространством для некоторой теории Черн-Саймеса, для квантовой теории, для классической теории поля и так далее. Кроме того, значит, один из главных моих примеров будет пространство Техмюллера. Значит, опять я дам более точное определение, но еще если G равно SL2R, SL2R, то у нас есть в пространстве локальных систем с этой группой, у нас есть пространство Техмюллера. Значит, нужно по-английски писать, прошу прощения. Значит, Техмюллера спейс. Это пространство комплексных структур на риманной поверхности. И, соответственно, можно будет, одна из, и, собственно, для меня это была исходная мотивация всей этой деятельности, а именно описывать именно это пространство, пространство комплексных структур на поверхности с помощью каких-то явных координат. И, собственно, вот это вот и будет сделано. Опять же, в качестве побочного продукта этой деятельности мы опишем координаты, хорошие координаты, которыми удобно пользоваться, и в которых многие формулы относительно простые, и, соответственно, можно будет изучать структуру этих многообразий не только для вот этих вот сравнительно сложных пространство локальных систем, но и на более простых, например, просто самой группы. А также один из центральных объектов, которым я буду пользоваться, это будет пространство конфигурации. То есть слово пространство конфигурации будет значить в моей лекции простую вещь, что если х – это многообразие, с действием на ней группы, с какой-то группы, неважно, то я буду говорить, что пространство конфигурации точек на этом многообразия. И это просто не что иное, как пространство наборов точек с точностью до действия группы. Например, так сказать, простой пример, чтобы просто понять, что это такое, если у нас есть х – это прямая, r – евклидовая прямая, а g – это сдвиги, то пространство конфигурации одной точки – это просто точка, одна точка – точка, соответствует просто точке, а две точки – это то же самое, что r, потому что есть просто расстояние между точками, ориентированное и так далее. То есть две точки напрямой рассматриваются точкой за сдвигом, параметризуются просто расстояниями, ориентированным расстоянием между эти точки. Это же просто прямая. У меня вопрос. Да. Точки могут быть разные, могут совпадать? Могут совпадать, да. Могут совпадать, все верно. То есть номерозочки? Точки как бы, да, это не точки, не множество, а отображение исконечного множества в этом азарство х, если угодно. Точки номерованные. Точки номерованные, да. Да, да, да. Точки номерованные. Конфигурация, значит, у нас есть… Неправильно, действительно, нужно не сказать… Мне немножко лень писать полное определение, но, в общем, в следующем моменте будет… и в конспекте, который я надеюсь тоже представить после лекции, я напишу точное определение. Сейчас примерно о чем идет… Что ты говоришь? А, извини, я не расслышал. Это просто фактор прямого произведения по диагональному действию. Да, да, да. Фактор прямого произведения. То есть это х-степень N, фактор ПЖ. То есть… Понятно. Просто технически. Оказывается, сзади микрофона тут не работает, если у вас есть вопрос. Понимаете? Включаем громче, а я… Да. Да, спасибо. Да. Это просто… Значит, теперь главное действующее лицо в нашей… Прежде чем вводить координаты на локальных системах, мы будем вводить координаты на конфигурации, пространство конфигураций… Флагов конфигураций… Флагов. Полных флагов. Впрочем, будет не полных тоже. То есть нужно иметься в виду… Ну, так сказать, опять же, это можно ассоциировать с любой группой G, но для простоты я буду говорить, что у нас просто… Что такое флаг? Это набор подпространств. Значит, я надеюсь, что вы их-то видели раньше, но набор подпространств. То есть одномерное подпространство, двумерное подпространство, векторное пространство – это флаг. Набор вложенных подпространств. То есть это флаг, это такой набор V1, V2, V3 и так далее, VN, где это все там, например, в CN. Еще такой момент. Я буду часто писать, что это все происходит в поле C, но конструкции исключительно алгебраические, могут быть… Можно C занять более-менее на любое поле. Иногда нужно, чтобы она была алгебраически замкнута, но обычно даже этого и не надо. И, значит, такое, что размерность равна И, просто цепочка подпространства. У нас есть многообразие флагов и, соответственно, конфигурация. То есть у нас имеется несколько флагов, которые мы изучаем. И это утверждение состоит в том, что, на самом деле, если мы научимся работать со флагами, то мы можем работать и построить систему координат для гораздо более общих объектов, в частности, локальных систем. Но вот я хочу начать все-таки с флагов. И, на самом деле, как всегда, мне хочется начать с задачи, которая содержит основные трудности всего, что мы будем делать. И задача, с другой стороны, чтобы не было лишних сложностей. И, значит, в качестве примера будем… Значит, основной пример… Немножко сложно переключаться с одного языка на другой. Значит, просто конфигурация точек на P1. Значит, на проективной прямой. То есть то же самое, что мы делаем, мы делали раньше. У нас есть N точек, которые я буду обозначить U1, U2 и так далее. И они все принадлежат… Просто принадлежат… Вот эта конфигурация… Мы действуем на этом хозяйстве еще группой SLPGL2… На проективной прямой. Напомню, что действие происходит группой PGL2. Это группа матриц с точностью до умножения на число. А действие проективными преобразованиями, дробно-линейными преобразованиями, то есть U переходит в AU плюс B делить на CU плюс D. Я надеюсь, что вы хорошо помните, что… Значит, такой простой факт, что если у нас есть одна точка, пространство конфигурации одной точки… Значит, одна точка соответствует, опять же, одной точке, потому что две точки соответствуют тоже одной точке, потому что любые две точки с этим преобразованием можно привести к стандартному виду ноль бесконечности, например. Если они разные, если они различные… Да, прошу прощения, я… Значит, две точки – это немножко, значит, более сложный объект. Это, на самом деле, тоже две точки, которые говорят о том, разные они или одинаковые. Это разные или одинаковые. Более того, это топологически не Хуздорфу пространство, если они разные. И, значит, три точки… И это будет соответствовать… На самом деле, будет соответствовать… Сколько я… В случае общего положения все эти три точки разные, значит, это тоже получается дискретное множество, состоящее из пяти точек. Я, впрочем, не буду это сильно использовать. На самом деле, будет интересна только одна точка, если все эти три точки различны. Давайте, чтобы упростить… Я сюда поставлю configuration of distinct. Значит, различны. Буду считать, что точки различны. Значит, тогда в этом случае, если различны, то здесь будет одна, и здесь будет тоже одна. То есть, любым можно… Если у нас одна, две и три точки, то их можно привести таким преобразованием к стандартному виду. Заметим, что эти два случая немножечко выделены, потому что в этом случае у нас, если у нас есть одна точка, то есть довольно большой стабилизатор, который эту точку сохраняет. Поэтому, значит, здесь тоже есть стабилизатор, а здесь стабилизатора нет. То есть, если у нас есть три точки, то не существует такого дробно-динейного преобразования, которое переводит эти нумерованные точки в себя. Значит, следующие четыре точки. И это, на самом деле, соответствует следующему. У нас есть четыре точки на проективной прямой. И, опять же, я надеюсь, что вы это знаете, что есть вариант, который называется двойной отношение. Двойной вариант этих четырех точек. То есть, на самом деле, то, что четыре точки будут ответить, различные точки будут отвечать, нужно взять c и выкинуть 0 и 1. Значит, как устроен это соотношение? Опять же, я надеюсь, что вы это знаете, но я все-таки замечу, что есть несколько определений вот этого вот, этой координаты. То есть, фактически, что я сейчас буду делать, я буду вводить координаты на пространстве консигурации четырех точек. Это называется двойное отношение, и есть четыре определения, по крайней мере, четыре, а может быть, больше. Ну, я несколько, значит, надам несколько определений, что полезно. Значит, первое определение самое простое, что двойное отношение, вот это вот, значит, четыре точки у 1 и так далее, у n, что, значит, двойное отношение, у 4, двойное отношение, cross ratio по-английски. Набор точек отвечает такое выражение, у 4 минус у 3, у 1, у 4 минус у 2, умножить на у, у 2 минус у 3, у 2 минус у 1. Это просто определение с помощью явной формулы. Значит, утверждение такое, что если мы подвергнем все четыре точки одновременно дробнолинейному преобразованию, то ничего не меняется. Это определение первое. Определение второе, следующее, которое позволяет как-то понять, откуда эта форма уберется. Значит, у нас есть наша проективная прямая, четыре точки. 1, 2, 3, 4. Я не буду писать у, потому что, ну, можно сюда, вот, все равно. И, значит, мы выбираем такую координату, всегда можно выбрать такую координату на этой точке, с помощью дробнолинейного преобразования, выбрать такую координату, что в точке у 1 она равна нулю, в точке у 3 равно бесконечности, в точке у 2. И, опять же, двойное отношение можно по-разному выбирать, можно там по-разному ставить эти множители, но я выберу, мне удобно выбрать так. Я еще на всякий случай поставлю здесь минус, это будет удобнее для некоторых целей, чтобы не иметь много минусов потом. Значит, 0, бесконечность, здесь будет стоять число минус 1, а значение, вот мы выбирали так систему координат, а то, что здесь получится, это будет как раз двойное отношение. Значит, третье определение, оно следующее. Заметим, что такое проективная прямая. Проективная прямая – это точкам проективной прямой отвечают прямые в соответствующем векторном пространстве. То есть, V1 – это пространство прямых на плоскости. Естественно, я рисовать их буду, то есть, 4 точки, можно считать, что это просто 4 прямых на плоскости. И эти 4 прямых, значит, теперь заметим такую вещь, что если у нас есть 4 прямых на плоскости, то можно построить отображение из, например, второй прямой в четвертую, пользуясь третьей прямой в качестве графика этого отображения. То есть, если мы забудем пока про первую, например, то мы можем построить отображение отсюда сюда. Значит, вот понятно, как оно устроено. То есть, просто берем точку, соединяем так и так. И у нас получится отображение U2, V4. Сейчас, вот это вот я все-таки поставлю тильды в знак того, что это не точки проективной прямой, а соответствующие прямые. У нас есть просто отображение U2, V4. А теперь можно ровно то же самое сделать, но только используя прямую U1. Здесь я поставлю сверху U3. Давайте я, может быть, лучше другим цветом, чтобы это было все-таки. Можно то же самое сделать с помощью прямой U1. То есть, тут на этой картинке, может быть, не очень. Из U4 в U2. В U4, значит, вот так. Сейчас. Значит, нужно провести параллельно. Мы получаем отображение из U2 в U2. И сквозное отображение – это умножение на… умножение на вот это самое некоторое число, которое называется двойным отношением U1, U2, U3, U4. Ну, и четвертое определение – это вариант того же самого, что я сказал только что. И, опять же, все эти четыре определения, они удобны для разных целей. Значит, а именно рассмотрим следующую вещь. Вот у нас есть… Рассмотрим три прямых – U1, U2 и U3, скажем. И рассмотрим их прямую сумму. Их прямую сумму, да. U1, U2 и U3. Вот у нас прямая сумма трех одномерных пространств. И рассмотрим ядро отображения этой штуки просто в наше в С2, которое на картинке – это R2. Значит, у нас есть ядро трехмерного отображения трехмерного пространства в С2. Это ядро одномерное. И это некоторое одномерное пространство, которое мы обозначим через UA. Ну, тоже стильный, чтобы было похоже. Значит, как можно еще представить себе, что это пространство просто троих векторов. У нас есть три прямых. И, значит, U1, U2 и U3. И у нас есть три вектора. Один в U1, другой в U2, третий в U3. Сейчас плохо получилось. У3 и U2. Три вектора с суммой ноль. Вот у нас тройки векторов с суммой ноль. Это некоторое одномерное векторное пространство, очевидным образом. И такие тройки векторов, одномерное векторное пространство, это, собственно, это ядро и есть. Это просто некоторый способ нарисовать такие ежики, формально написать, как это выглядит. Значит, ну и понятное дело, что если у нас есть такой ежик, то можно забыть два вектора из трех. У нас есть отображение из Ua в U1, U2, U3. Три отображения. Пространство плюс. Что, 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 что выкинет? В общем, я не буду ничему удивляться. Да, вот так вот и продолжай. Здесь это оказывается какой-то некупленный зум, и надо... Абсолютно привычное дело. Прекрасно понимаю. Да, подключусь. Никаких проблем нет. Это все можно привести, всю картинку привести к такому виду. Значит, у нас есть пространство Ua и Ub. Значит, U1, я вот так нарисую. Есть U1, U2. Сейчас побольше немножко. У1, U2, U3 и U4. Сеть будет стоять Ua. Сейчас. 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. И здесь Ua. И здесь Ub. Значит, все это линейные алгебры в двумерном пространстве, не более того. И у нас есть отображение между ними. Здесь это пространство ежиков напрямых 3, 1, 4. Здесь пространство ежиков 1, 2, 3. И, значит, эти два пространства, естественно, отображаются в эти одномерные пространства. Получается такой набор отображений. Ну и понятное дело, что каждое отображение это отображение между одномерными пространствами, и они не нулевые, если прямые не совпадают. Это не совпадает, потому что мы говорим, что у нас соответствующие точки проективного пространства разные. Значит, можно ходить вперед и назад. То есть, эти отображения являются изоморфизмами, на самом деле. И двойное отношение – это просто мандромия. То есть, мы можем пройти по замкнутому пути. Вообще, если мы идем не по замкнутому, то есть отображение одного пространства в другое, но если мы вернемся обратно в то же самое пространство, то, естественно, единственное отображение пространства одномерного в себе – это просто умножение на число. То есть, композиция, вот это вот наше двойное отношение, U1 и так далее, U4 – это, на самом деле, просто композиция вот таких вот отображений, которые идут из одной точки в себя. Понятно, вопрос, так сказать, простой вопрос, утверждение, что оно не зависит от того, с какой точке мы начали. На самом деле, вот это определение двойного отношения, которое эквивалентно всем предыдущим задачам, сейчас будет вопрос. Да, сейчас вопрос, я прошу прощения. Довольно плохо слышу, к сожалению. Сейчас, почему… Значит, это отображение определено для каждого из пространств. U1, U1, U3, UB. Да. Почему результат не зависит от того, какой именно из пространств ты выбираешь? Какой? С какого пространства ты начинаешь? Да-да-да, вот это я хотел сказать. Это хорошо, это… Да-да-да. Почему? Ну, как это объяснить, например, так, что если мы выберем базис во всех этих пространствах, то эти отображения будут просто-таки… Все отображения будут умноженными числом. То есть это будет, например, умножение на букву А, это на букву Б, это на букву С и на букву Д. Тогда вот это вот отображение, когда мы начинаем с А, то отсюда, то это будет вот это вот двойное отношение, будет равно А умножить на Б в минус первой, умножить на С, умножить на Д в минус первой. А если мы начнем отсюда, то это будет то же самое произведение, но только А будет стоять в конце. Поскольку все эти числа, все коммутативно, все одномерно, то откуда мы начнем, неважно. Собственно, это именно условие, что это одномерно. И вообще всю эту картинку можно вобщать на случай, если эти подпространства не одномерные, например, в оранжево, там это целое дело, но тогда двойное отношение будет чем-то гораздо более сложным, потому что оно будет зависеть от того, откуда мы начали. Но в данном случае это просто число. И почему я на этой картинке потратил столько времени? Потому что на самом деле это все будет обобщаться на другие ситуации. И, собственно, это главная конструкция, как мы будем строить координаты. Вот это двойное отношение будет нашей координатой. И пока что мы построили, сделали очень простую вещь, мы построили координаты на пространство четверых точек. Что такое координаты? Можно сказать еще немножечко формально, что такое координаты, это значит, что изоморфизм между нашим пространством и набором чисел. В данном случае мы имеем в виду, что координаты это, значит, это самое, вот я скажу формально. Это значит, просто в данном случае я буду использовать это слово следующим образом, что я буду говорить, что это, значит, это некоторый биррациональный изоморфизм между нашим пространством, значит, то, где мы координаты смотрим, значит, нашу configuration space, и просто c со звездочкой в степени n, то есть c со звездочкой, напоминаю, что c со звездочкой c минус 0. Значит, из некоторых соображений мне удобно всегда выкидывать 0. А n здесь хорошо, хорошая буква. То есть со звездочкой в степени n. Это n было число точек. Это плохо, да. Для некоторой степени, да. Ну, для числа точек это будет n большое, будет n маленькое минус 3, потому что мы три точки, можем три загнать куда угодно. Да, это нехорошая буква, согласен. Значит, что такое биррациональный? Я имею в виду, что это изображение становится энтоморфизмом, если мы выкинем, что такое размерность 1. То есть... Это, значит, изображение из х в у такое, что из х минус... Это, значит, это изоморфизм. Х минус... Одним многообразием х минус дивизор, первый дивизор и у минус второй дивизор. То есть что-то мы выкидываем из двух многообразий, и можно выкинуть, что такое размерность 1, и тогда это станет изоморфизмом. То есть координаты, вообще говоря, в частности, координаты не определены всюду, и наоборот, вообще говоря, некоторым координатам могут не соответствовать никакие точки, но этого, как раз, не будет, на самом деле. Это не очень важно. Вот, поэтому я не буду беспокоиться, а я буду, на самом деле, беспокоиться только о точках общего положения. И все, что не общего положения, я, может быть, буду говорить какие-то слова, но, по крайней мере, поначалу задача устроена...